Сухофрукты, шишки и фигуры зверят. В этом году это самые популярные и стильные елочные украшения. Если в 2019-м дизайнеры отказывались от игрушек вовсе, делая акцент на праздничные огни, то сегодня небольшое количество шаров только приветствуется. Но главный тренд года – экологичные украшения, сделанные из натуральных материалов. Человек хочет уже такой сказки какой-то, как в детстве, вот эти воспоминания, вернуться в детство и почувствовать новогоднюю сказку. Поэтому используются и птички, и фигурки на елочках, чтобы создать антураж. Шишечки, какие-то орехи – все это в доступе, можно это все найти. Насушить апельсинов, мандаринов, грейпфрутов, яблочков, все это украсить елочку, какой-то бадьян взять, корица. И мало того, что это красиво и это натурально, так это еще и очень пахнет, и ароматно в доме прям сказочный аромат становится. И это натурально. Эко-игрушки можно и нужно комбинировать с обычными, говорят фолористы. В этом году стоит придерживаться нежных оттенков. Хорошо сочетаются золото и серебро, которые можно разбавить, например, шишками или фигурками зверя. Приветствуются и украшения ручной работы, особенно банты и красочные ленты. А вот мишура – это пережиток прошлого. Ее эксперты использовать не рекомендуют. Лучше заменить яркими огоньками. Хорошая идея воссоздать на елочке ретро-наряд, но для этого нужно умело скомбинировать старые стеклянные советские игрушки, которые остались в большинстве домов, с современными шарами. Но и здесь нужно знать меру. И помнить как про количество украшений, так и про оттенки. Классические цвета для украшения хвойной – это красный и золотой. Бояться разозлить бычка не стоит, ведь, как известно, рогатый не различает цветов. Напротив, все яркое и красочное только приветствуется, как в одежде и украшениях, так и интерьере, чтобы год был щедр на счастливые моменты. Красный цвет очень полезен в следующем году. Если мы говорим о том, что в следующем году в астрологии, в китайской астрологии не хватает элемента огня, а элемент огонь – это в первую очередь яркие акценты. Также очень полезно жесть свечи. Свечи – это про огонь. И они и очищают энергию пространства, и в том числе добавляют нужные энергии для удачи. И елка с многочисленными огоньками служит активатором энергии. Поэтому, говорят специалисты, важно не столько, как ее нарядить, сколько выбрать место, куда ее поставить. Самые благоприятные сектора для установки новогоднего дерева – это запад, северо-запад и северо-восток. Самарцы уже вовсю закупаются праздничными деревьями. Вот решили опять в этом году купить. Хотя была мысль про искусственную елку. Ну, аромат, который оздоравливает всю квартиру, дезинфицирует ее, можно сказать, в период пандемии. Нет, еще не поставили. А какую предпочитаете – живую или искусственную? Конечно, предпочитаем – живую. А почему? Ну, потому что больше ощущений праздника. Искусственная ель или живое хвойное? Какой будет ваша новогодняя красавица – решать исключительно вам. От этого не зависит ни ее будущее оформление, ни уж тем более экзотерика. Исключительно ваше настроение. Ну и немного бюджет. Например, искусственная елка обойдется вам от нескольких сотен до нескольких тысяч рублей. Но если все-таки сердце захочет ароматную елочку, то придется раскошелиться в среднем на 500 рублей. А чтобы денег в новом году было побольше, астрологи рекомендуют открыть для себя новое увлечение. То, что раньше боялись даже попробовать. Бык оценит смелость и решительность ваших поступков. Маленькими шагами, но важно двигаться вперед. Тем более, что звезды заверяют – люди и обстоятельства 2021 года настроены на взаимопомощь. Благоприятной будет работа в команде, даже если до этого времени вы привыкли решать свои дела в одиночку. Начинать пробовать все эти практики можно уже сейчас. Например, всей семьей нарядить пушистую красавицу и зарядиться новогодним настроением. Мария Левина, Николай Епифанов. События.